В 1999 году в Вооруженные силы России поступила инженерная машина разграждения МР-3. В качестве базы используется шасси танка Т-90. С ее помощью прокладывает колонны и пути, проходы в каменных и лесных завалах, выполняет земляные и погрузочно-разгрузочные работы, чтобы подготовить продвижение войск. Она может работать на местности с высоким уровнем радиоактивного заражения. Рабочее оборудование машины состоит из универсального бульдозера, телескопической стрелы, ножевого колейного минного трала. Универсальный бульдозер выполняет бульдозерные, путепрокладочные и грейдерные работы. Телескопическая стрела установлена на полноповоротной башне. Универсальное крепление позволяет устанавливать в качестве рабочего органа стрелы экскаваторный ковш, грейфер, рыхлитель или захват. Ножевой колейный минный трал с электромагнитной приставкой дает возможность МР-3 самостоятельно преодолевает минные поля с противогусеничными или противоднищевыми минами, оснащенными контактными или неконтактными магнитными взрывателями. Вооружение машины. Дистанционная управляемая зенитно-пулеметная установка калибра 12,7 мм, смонтированная на башне, которая защищает экипаж от нападения с воздуха, ведет борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника, а также расстреливает мины в неизвлекаемом положении. МР-3 оснащена системами домопуска, защиты от оружия массового поражения и противопожарным оборудованием. Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, шестикратно ослабляющая проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно, гамма-излучение радиоактивно зараженной местности. В систему жизнеобеспечения экипажа входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сборы и хранения отходов жизнедеятельности, что дает ему возможность выполнять боевые задачи без выхода из машины в течение трех суток. Субтитры создавал DimaTorzok